Доброе утро! Это я, Фёдор Лапшинский, из далёкого города Чикаго. Сегодня я хотел бы посвятить монолог одному своему старому другу. И он действительно был настоящий друг. Это Юра Махаон его звали. Ну, фамилия у него была другая. Махаоном его прозвали Нарбате, потому что он торговал бабочками. Торговал не только бабочками, он делал прекрасные коллажи, из крыльев бабочек, ну и он покупал разные тропические бабочек, потом он их раскрывал, вкладывал в такие вот саркофаги, обклеивал их, ниточки, там всё очень было аккуратно. Ну, в общем, он был прекрасный мастер, мастер коллажа. С Юрой познакомился в 1990 году, ровно в 1990 году, это весной. Он тогда торговал на Нарбате не бабочками, а торговал, он с женой стоял, они торговали собачками. Не делали собачек таких, ну и, в общем, которые, так сказать, прыгают там. Ну и торговал. И как-то, ну, познакомились, познакомил нас в Мишель По, и я с тех пор я стал его очень близким другом. Он такой был уже тогда, ну, солидный такой мэн, с бородой, плотный. Ну, и я этим летом, как раз тем летом 1990-го, я у него очень много, долго жил. Его жена уезжала тогда в Крым, и я так у него тогда тусовался. До этого я жил у Мишеля По, на Семёновской, на Балаково. Ну, и вот в 90-м году, мне летом, Юра жил один. Ну, и только один, у него там была теща, собака. Ну, и это была такая большая трёхкомнатная квартира в Сталинском доме у метро «Автозаводская». И, так сказать, у него там обитал. И мы так выходили вместе на Арбат, и я туда у него обитал. Это были очень интересные времена, 1990-е. Это был ещё СССР, существовал. Но уже тогда у меня не было паспорта. У меня, я тогда жил без паспорта, потому что у меня украли сумку со всеми документами. И то есть я тогда по-настоящему стал человеком без паспорта. Что интересно, что мы тогда, я мог, ну, потом, где-то в августе месяце, с ним съездить в Крым. Это был единственный раз, когда я был в Крыму, с Юрой, и с его жена там была. Ну, и это было, мы туда ездили в Крым. А до этого, ну, чуть ли не два месяца, он клеил свои бабочек, коллажи. То есть он был очень мастеровочен, ну, подал золотыми руками, но всё он делал крайне медленно. То есть это его была проблема. То есть он был, всё делал дотошно, но медленно. И вот я помню, что мы так жили у него, у нас практически не было денег. Мы курили как-то какие-то бычки, ну, не бычки, но, в общем. То есть дошли, по-моему, до какого-то их полного истощения. То есть он истощил себя. Я тогда тоже как-то рисовал, тогда, по-моему, на картинке, но я как-то втянулся в эту жизнь и, по-моему, даже и сел ему на шею. То есть я как-то, мне было что-то линии совать. Ну, я ему там помогал, не помогал, может, даже и не помогал. И, в общем, просто тусовался, отдыхал, как бы так, с ним вместе. Он работал, а я отдыхал. Я сидела там, что-то разглагольствовала. Это было такое хорошее лето 90-го года. И у меня был тогда творческий кризис, по-моему, даже. Ну, а потом он что-то продал, и, в общем, мы вместе с ним пошли в кооперативное кафе, помню, так вот, просто обожрались всего. Так было, ох, как было это хорошо. То есть мы какими-то кашами, все каши в доме мы доели, все это. По ночам мы гуляли в этом районе Автозаводское, выгуливали собаку, вели такие интеллектуальные разговоры. Ну, и это было какое-то очень яркое, конечно, яркое лето. У нас были какие-то истории, эротического плана, помню. Мы с одной девушкой познакомились и привели ее к нам, вот, на Автозаводскую. Что-то там было. Потом были еще что-то. Ну, в общем, с Юрой, Юра, с тобой одним из лучших другов, друзей. И потом, в 91-й год, то же самое я у него летом жил. И практически до 93-го года, до 93-го года мы постоянно с ним, я с ним пересекался. Ну, вот он делал эти бабочки, выходил, наверное, саж, у него очень активно шла продажа этими бабочками, коллажами. Но он как-то прогорел, прогорел. То есть, его, он нанял, помню, одну нашу общую подругу к себе. То есть, он хотел все расширить, свое производство, хотел стать крутым. Его постоянно вот тянуло, что стать крутым надо. Вот он любил какие-то дорогие, красивые вещи, как-то так все. То есть, был очень человек со вкусом. Книги очень любил, разные читать, все. Ну, и кончилось с тем, что он как-то прогорел весь этот бизнес на бабочках. Помню, он в последний раз вышел в 93-м году, тоже сделал вот это много-много коробок, выставил свой стенд основательный, а потом дунул ветер, и упало, и все это разбилось. И, видимо, в последний раз он посмотрел на это все и ушел. Больше он на вернисаж, насколько я помню, не выходил. Ну, я потом уезжал в Ерева, полтора года отсутствовал. И за этот период у него какая-то произошла большая драма. В общем, его семья распалась. Жена его выгнала. В общем, как-то так. И он как-то окончательно немножко спятил. Но он стал больше пить, заметно, и как-то... И вообще исчез, стал куда-то исчез из вернисажа. Иногда он появлялся, ну, как-то так, я вот помню. Он был совершенно... Вот у меня уже была мастерская на Покровском бульваре. То есть он иногда ко мне захаживал, крайне редко был. В основном он был уже выпивший. Где-то он работал, непонятно. Но он ходил в каких-то военных... Военной одежде. То ли он где-то там охранником, то ли кто-то ещё. Ну, в общем, он как-то пропал. Последний раз я увидел в 2005 году. Это было как раз весной. И с тех пор я его не видел. Телефона у него не было. То ли он не обмыт. Мы тогда ещё у него не было мобильника. Мы не обменились. Но он всегда знал, что я могу в мастерской в этой обиталии. Иногда он заходил, но меня уже тогда не было. Тогда в мастерской жил Серёжа Долганов. Он мне сказал, что Юра заходил. И как-то так вот. И всё. Ушёл из моей как бы жизни. Я даже не знаю, жив ли он, не жив. И это действительно был человек, которого я очень сильно уважал. И даже в чём-то любил. То есть это был человек, с которым было очень приятно общаться. Общаться. Ну и как-то открываться душой. Иногда я его вспоминаю. Юра Махаона. Интересно, что мы тоже был дом. В 1991 год. И вот мы были тогда пьяны. Ещё был Мишель Фо. Ну и мы ходили на защиту Белого дома в августе месяце. То есть три ночи там появились. Тоже вот так втроём. И потом Махаон. В общем, Махаон, как все летом, просто спятил. То есть он стал немножко неадекватным. Как это не грустно. Ну, у меня много было друзей, которые, в принципе, неадекватные. Ну, и я сам такой не всегда был адекватный. Ну, как-то жалко. Жалко, что он как-то так исчез из моей жизни. И совершенно понятно. Вообще, когда друзья исчезают, это тот же Коля Волков. Помню, Николай Николаевич Волков тоже исчез. И так вот. Единственный из моих друзей, который до сих пор жив, и которому я могу позвонить ему со скайпу, или там в той же Москве, это Петр Евгеньевич Николаев. То есть он с тех времен, с 88-го года, человек, который постоянно, так сказать, жив. И главное, что он остался жив. Вот это удивительно. Все думали, что Петр Евгеньевич помрет. У него был такой период, когда он сильно-сильно спивался. А потом он как-то резко раз и бросил пить, и резко похудел, и ел. Ну, про Петра это надо уже отдельный монолог. Тут монолог про Юра Махауна. Еще я помню, как мы Юра Махаун у Петра там на проспекте Буденова снимал угол. Петр тоже, что у меня там была мастерская. Это была последняя его мастерская, где он жил в таком вот полу. Даже жил там в полуподвальчике, делал эти коробки с бабочками, еще что-то делал. Там как раз работала, к нему приходила наша общая подруга Рита. Рита Гогенала. Ему помогала. Это был 95-й год. И, видимо, это, да, в 95-м году у него это все случилось, что у него все гробнулось, и он ушел, да. А я как раз вернулся из Геливана в 95-м году, и все не знал, что мне делать, куда приткнуться. Я вот совершенно был потерянный. Я полтора года сидел в своем антропословском таком вот кругу. И вот приехал в Москву, и как раз вот я приехал, и не знал, с чем зарабатывать. Я пытался даже картинками торговать чужими. Я жил тогда у тетушки, потом жил в Рио-То. Ну, вот Юра тогда еще выходил на вернисаж. Это вернисаж на Крымском ВАУ. Ну, я потихоньку начал рисовать котов своих тогда. И 12 минут прошло. Ну, в общем, про Юру можно много чего вспомнить, рассказать. Но это был один из моих самых близких друзей. Спасибо. Это был всегда Лапшинский.